Доброе утро! На 12-м канале Час новостей. В студии Дарья Шадрина. Смотрите в этом выпуске. Штормовое предупреждение снято, как регион пережил обильность снегопад и метель. Завалы расчистили за ночь. Основной упор сделали на центральной и самые востребованные у горожан дороги. Это проспект Маркса, Десятилетие, Красный путь, Соборная площадь. Как дорожные службы боролись с последствиями стихии? Вырасти не дает тяжелая болезнь. Четыре года будет через месяц. Мы весим всего 8600 и 79 сантиметров у нас рост. У трехлетней Алини Мацинкевич требуется срочная пересадка почки. И обидный проигрыш за 7 минут до финальной серии. Авангард уступил Новосибирской Сибири. С каким счетом закончилась игра? Штормовое предупреждение в Омской области снято на протяжении суток. Особый режим сохранялся в связи с сильным снегопадом и метелью и шквалистым ветром. За это время масштабных происшествий на территории региона не случилось. Единственное, что изменилось, это статистика аварий. Из-за плохой видимости и снежных заносов автомобили стягивало в кювет, были истолкновения. Особо серьезные ЧП на загородных трассах, где движение транспорта традиционно быстрее, чем в городском потоке. Так, ДТП произошло на дороге Омск-Чернолучье, Омск-Черлак. Участникам аварий госпитализация не понадобилась. К слову, из-за аномальной погоды с 15 часов 11 января пришлось приостановить движение транспорта во всех направлениях на границе с Казахстаном. Южный циклон во второй половине дня начал перемещаться в направлении соседней республики. К этому часу ограничения сняли. На территории Омской области проходят три федеральные автодороги. За минувшие сутки на данных автодорогах на территории Омской области дорожно-транспортных происшествий не зафиксировано. После бухшевавшей метели в регионе установилась морозная погода. Сегодня столбики термометров опустятся до минус 26 градусов. Фотогресса не удастся и в выходные. Сномтики прогнозируют мороз до минус 30 ночью, днем 25 градусов. Впрочем, и на этот раз холода в регионе не задержится. Уже на следующей неделе вновь и ждается резкое потепление до минус 7 градусов. Критические 9 баллов оценивались пробки в городе после почти суточного снегопада вечером четверга. Чтобы сегодняшним утром ситуация не повторилась, дорожную технику вывели на магистрали после вечернего час пика. 80% работы бригады выполнили в ночное время. Елена Смирнова продолжит. Бороться со снежной стихией начали не сразу. Снегоуборочную технику предусмотрительно вывели не с утра, чтобы не усложнять и без того замедленное движение по заметенным магистралям. А ближе к вечеру основной упор сделали на центральной и самые востребованные у горожан дороги. Это проспект Маркса, Десятилетие, Красный путь, Соборная площадь. Сейчас мы находимся на проспекте Мира, видим расчистку и вывоз снега. Предварительно автомагистрали тщательно прометают, затем наводят порядок на остановках. Только в советском округе в ночную смену для этого вышли почти полсотни рабочих. Далее снежные завалы с обочины остановок забирают спецтехника. Этой ночью на Омские улицы вывели 426 грейдеров прометальных машин, самосвалов, камазов. Только за минувшие сутки на полигон увезли 6,5 тысяч кубометров снега. 80% убрали вечером и ночью. За это же время успели промести без малого 11 миллионов квадратных метров дорог, высыпать более 2 тонн песко-соляной смеси и расчистить 1700 остановок. Белород вырастет, получается, заново надо все это дело провести, округ, порядок. Количество осадков выпало, конечно, большое. Учитывая, что 2 дня, 2 суток снег уже идет. Естественно, работы в этом плане очень много. Если взять с тем, что до Нового года его не было снега. В целом справляемся, но я говорю, всегда хотелось бы иметь большего, чтобы можно было это сделать гораздо быстрее. Усиленные дорожные бригады продолжат работать и сегодня. Впрочем, эффект от ночной уборки можно увидеть уже сейчас. Утром омичи ехали на работу по расчищенным магистралям. Движение относительно свободное. По данным одного из интернет-сервисов, пробки оцениваются уже в 4 балла, а не в 9, как вечером накануне. Елена Смирнова, Дмитрий Алдыгебченко, Денис Лопарев, 12 канал. 12 января отмечается День работника прокуратуры России. Омских специалистов с профессиональным праздником поздравили глава региона Александр Бурков и председатель законодательного собрания Омской области Владимир Варнавский. Цитирую. С момента образования прокуратуру именуют не иначе, как ОКО Государева. За прошедшие почти 300 лет ее главное предназначение осталось неизменным. Это бескомпромиссное служение закону. От вашей деятельности во многом зависит социальная стабильность в регионе. Вы оперативно реагируете на нарушения во всех сферах нашей жизни. Защищаете права и законы интереса граждан. Омичи должны быть уверены, что обратившись к вам, всегда найдут поддержку. Благодарим вас за работу, желаем здоровья, благополучия и успехов. Конец цитаты. Омские водители стали все чаще рисковать собственной жизнью, стараясь проскочить железнодорожный переезд прямо перед поездом. Многие игнорируют запрещающие сигналы светофора и даже пробуют переехать железнодорожные пути при закрытом шлагбауме. Почти две сотни протоколов выписали госавтоинспекторы в ходе рейдов. Кроме того, сотрудники ГИБДД проверили услуги содержания и самих переездов. При этом практически на каждом выявили несоблюдение требований. Сотрудники-уполномоченные осуществляли проверку содержания железнодорожных переездов. По результатам вынесено 47 предписаний на устранение выявленных недостатков и 4 административных материала, возбужденных в отношении должностных лиц. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения. Помните, что нарушая правила дорожного движения при проезде железнодорожного переезда, вы подвергаете не только свою жизнь опасности, но и жизнь всех пассажиров. Присадка почки требуется 4-летней Амичке Алине Мацинкевич, чтобы сохранить жизнь ребенку. Мама и бабушка ежедневно проводят малышке процедуру диализа. Еще до рождения у девочки отказала одна из почек. Практически не работает сейчас и вторая. Чтобы днем Алина могла жить жизнью обычного ребенка, чистить кровь приходится по ночам. Благотворительный центр «Радуга» обращается за помощью к Амичам. Каждую ночь мы ее ложим на процедуру на 10-12 часов, смотря из показаний, как у нас сейчас все меняется. Мы практически не набираем ни рост, ни вес. Она у нас практически в 4 года, вот сейчас там 4 года будет через месяц, мы весим всего 8600 и 79 сантиметров у нас рост. Вообще, то есть кальций у нас полностью вымывается из-за того, что проходит процедура перитриального диализа. Ни одни витаминки у нас ничего не усваивается, хотя мы дополнительные витаминки и все стараемся принимать. Благотворительный центр подарил семье «Парад», который выполняет процедуру в автоматическом режиме, однако он не способен улучшить состояние ребенка. Спасти девочку может лишь пересадка почки. Есть донор, это отец малышки, однако на то, чтобы ее выполнить, требуется почти 6 миллионов рублей. Для обычной семьи эта сумма непосильная, помочь или не может каждый. Вся информация на сайте благотворительного центра «Радуга». В Омске выберут лучшего работодателя. В регионе стартовал прием заявок на конкурс. Подавать документы могут все организации предприятий области, добившиеся высокой эффективности в решении вопросов социально-трудовой сферы. Сделать это необходимо до 1 марта. В этом году выбирать лучших будут в шести номинациях. Обеспечение прав и гарантии работающих инвалидов, улучшение условий охраны труда в производственной сфере, улучшение условий охраны труда в непроизводственной сфере, социальной ответственности и партнерства, создание и сохранение рабочих мест и развитие кадрового потенциала. Необычный инструмент для работы на березе изобрел Анатолий Завгородний. Омский художник для чеканки приспособил обычные гвозди. И так поднял обработку природного материала на совершенно новый ювелирный уровень. Сейчас мастер закончил коллекцию подвесок 10 украшений, каждый из которых неповторимый и уникальный. Он представит на Всероссийском Бажовском фестивале народного творчества в Челябинской области. Кстати, в 2014 году на этом форуме за свои работы Завгородний получил главный диплом Данила Мастера. Необыкновенные поделки из березты в гостях у омского художника рассматривала Наталья Бельская. Березовая кора в доме Анатолия Завгороднего никогда не переводится. Мастер заказывает ее через интернет, предпочитает томскую кору. Говорит, омская березта хрупковата, лоскутки распаривает, затем уже печатает на них узор. И здесь начинает работать авторская фантазия. Каждый рисунок неповторим, тем более, что даже инструменты уникальны. Штампики для печати Анатолий Завгородний изготовил из шляпок гвоздей. Настолько тонкой, почти ювелирной получилась работа, что даже знаменитый микроминиатюрист Анатолий Коненко, увидев инструменты, удивился. Поначалу я их разбивал, и было жалко, понимаете, что разбивается гвоздь, да, вот это вот все дело, вот оно, видите, разбивается. Я работал железным молотком. Во-первых, очень сильный был стук, представляете, какой стук. А потом вот эта резина, киянка резиновая, работала раньше металлическим. Ободки, бусы, сережки. На кухне, где работает Анатолий Завгородний, как в горнице девицы-красавицы. Горы и украшения. Несмотря на инкрустации с камней, изделия получаются невесомыми. Ведь берез-то уникальный природный материал, экологически чистый, долговечный и легкий. Свои изделия мастер часто дарит родным и друзьям. Так берестяную кепку отправил товарищу в Нью-Йорк. Сейчас он щеголяет в ней по Пятой авеню. Только вот самая первая работа, триптихам на березовой коре, Анатолий Завгородний, как ни просили, не может расстаться. Папа показал, как будто я приехал в гости у меня, он с Называевской родители. И я приехал, мне как-то показал из «Науки и жизнь» листочек и работы Блинова, московского художника на бересте. Ну, я как-то сперва. Понравилось, очень интересно. Потом всё-таки решил попробовать. Вот с этого, возможно, и началось всё. Сейчас мастер закончил работу над коллекцией подвесок. Десять украшений он делал почти два месяца. Представит их на Бажовском фестивале в Челябинской области. Уверен, без диплома не вернётся. Своей работой мастер ежегодно показывает на выставках в Казани, Нижневартовске, получая награды за то, что изделия из берёзды превращают почти в ювелирные сокровища. Наталья Бельская, Александр Козлов, 12 канал. В эти выходные экстрим-парк Сибгувка приглашает на парад санок. Начало в 13 часов. Праздник посвятят предстоящие зимние универсиаде в Казани. На уже воскресенье состоится первый этак Кубка Омской области по биатлону. Соревнования соберут около 60 биатлонистов. Причём пройдут они не в совсем привычных условиях. Спортсменам предстоит работать на огневых рубежах и соревноваться в легкотлетическом кроссе. В спорте со счётом 4-2. Омский авангард уступил Новосибирской Сибири. Начало матча для болельщиков-ястребов было многообещающим. Счёт на табло уже в первом периоде открыл Илья Михеев. Подтвердив статус одного из лучших, забивал команды. Несмотря на то, что довольно быстро сибирьки сравняли счёт, вперёд авангард вывела молодёжь. Поймав на пятаке пас Самохваловой, за ворот свой первый угол в КХЛ забросил Антон Ковалёв. Впрочем, для победы этого оказалось недостаточно. В финальной 20-минутке хозяева льда сначала сравняли счёт, после чего вырвались вперёд, отправив в ворота Доминика Фурха две безответные шайбы. Вырвав победу, в основное время новосибирцы вернулись в зону плей-оффа. Вот турнирное положение авангарда не изменилось. Я считаю, что первые два периода где-то мы переигрывали Сибирь, были активнее. Много создавали моментов, но не использовали. Вот, наверное, переломный момент был, когда не засчитали третий гол. В третьем периоде ребята, видно, поверили, что так и дойдёт. Всё пойдёт по нагаданной. Где-то остановились, но и пропустили за 7 минут. После этого команда просто встала. Когда сравнял Сибирь счёт, команда просто не играла. Я не увидел у них злости, я не увидел их желания. После короткой рекламы подробный прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Омск Сайдинг Инвест. Новое производство. Пластиковые окна. Я заказала окна в компании Евроокно Стандарт. Сделали качественно, быстро и недорого. Рекомендую. Окна-балконы. Лоджии. 700-007. Ковка. 509-017. 509-017. Мейджор-экспресс желает вам приятных праздников. Омске начала работу медовая ярмарка. Из разных уголков страны в наш город привезли десятки сортов меда, пергу, пыльцу, прополис и другие продукты пчеловодства. Причем для удобства мечей ярмарка проходит сразу в двух местах. Во дворце искусства имени Малунцева и в ДК Баранова. Для кого лакомство, а для кого веками проверенное средство борьбы с простудными заболеваниями. Липовый мед традиционно один из самых популярных на ярмарке. В топе также акациевый, гречишный и майский. С прицелом на укрепление здоровья выбирают омечить так называемые медовые композиции. Это сладкие угощения с добавлением перги, пыльцы, прополиса, корений, трав и ягод. И еще есть просто уникальный продукт, это пергаз в добавление в войсковое море. 300 грамм достаточно пропить, чтобы на полгода поднять себе иммунитет. Она дает силу энергии организма, у кого хроническая даже усталость и недомогание она помогает. Она улучшает состав крови и вообще полностью оздоровляет ваш организм, потому что не содержит абсолютно все витамины. Цена на мед от 250 рублей за килограмм. Вся продукция сертифицирована. Работать ярмарка во дворце искусств имени Малунцева и в ДК Баранова будет до 21 января. Алена Гущина, Святослав Клименко, 12 канал. И о погоде. Сегодня 12 января по области в Омске переменная облачность. Местами возможен снег. Температура воздуха в районах в дневные часы. До минус 26 мороза в Омске похолодает до 23. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Пока это все. Новости далее на 12 канале. Смотрите программу Владимира Казанина «Управдом». До встречи в 14 часов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова